друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик не забудьте подписаться если вы еще этого не сделали сегодня мы с вами будем готовить что кабачки я уверена что кабачков сейчас у всех очень много потому что их приводит мамы бабушки тети братья подруги и кабачки ты такая универсальная валюта летняя и поэтому рецептов из кабачков бывает очень много мы с вами готовили кабачковые супы и петли оладьи что только мы с ними не делали сегодня будем готовить классный ужин с мясом нам понадобятся кабачки помидорка кстати если помидорки нет можно обойтись и без нее тоже будет вкусно но лучше все-таки добавить репчатый лук сухой чеснок мясо у меня здесь филе куриного бедра можно взять в принципе фарш говядину куриную грудку индейку что хотите но с бедром куриным не нравится больше всего черный молотый перец соль и сметана что мы с вами сейчас делаем берем кабачок и делаем из него лодочку мы с вами разрезали кабачки вдоль и теперь нам нужно вынуть часть мякоти обратите внимание что попку кабачков можно срезать вот так вот а можно ее оставить здесь делается так как вам больше нравится берем обычную чайную ложку и вычищаем вот эту вот часть семечками вот такие классные лодочки у нас получились теперь мы с вами берем формы для запекания у меня будет 2 либо можно взять один большой противень складываем туда наши кабачки и наливаем немножко водички теперь мы делаем следующее разогреваем духовку до 180 градусов и ставим форма примерно на 10-12 минут чтобы кабачки у нас так слегка приготовились и теперь когда кабачки стоят у нас в духовке мы приготовим начинку берем нашу курочку и нарезаем ее на очень мелкие кусочки если хотите можно использовать уже готовый фарш курочку нарезали у нас получились вот такие вот кусочки практически фарш и теперь нам нужно мелким кубиком нарезать лук и помидорку начинку мы подготовили теперь идем жарить берем сковородку достаточно глубокую потому что начинки у нас много ставим ее на плиту разогреваем в ней немножечко оливкового масла и сначала обжарим курочку курочка у нас пожарилась буквально пять минут мы теперь перекладываем ее в тарелку и в этой же сковородке обжариваем лук если курица не дожарилась это ничего страшного потому что мы потом снова вернем сковородку и она у нас будет еще тушиться обжариваем лук буквально две-три минуты и добавляем помидорку обжариваем помидорку примерно одну минутку и добавляем обратно нашу курочку и вот теперь мы это все солим перчим добавляем немножко сухого чеснока и кладем сметану лучше всего конечно использовать деревенскую но в принципе можно взять просто хорошую жирную сметану чем жирнее тем вкуснее у меня жирность сметаны 20 процентов перемешиваем все это чтобы сметанка у нас покрыла каждый кусочек курочки будет очень вкусно накрываем сковородку крышкой тушим нашу начинку примерно 10-15 минут она не должна полностью приготовиться потому что она будет запекаться у нас потом в духовке вместе с кабачками просто нужно чтобы она была такая аль денте ну что наша начинка готова сначала мы ее попробуем мало ли вдруг нужно добавить соль или перец очень вкусно идеально ничего добавлять не нужно поэтому сейчас мы просто раскладываем начинку по кабачкам и убираем их в духовку начинку разложили если у вас есть сыр можно посыпать кабачки тертым сыром у меня его нет поэтому так тоже будет вкусно теперь убираем их в духовку готовим при 180 градусах примерно 10-15 минут посмотрите не вся начинка у меня ушла потому что кабачки всегда разной формы разного размера и рассчитать точное количество начинки практически невозможно но не переживайте она очень вкусно ее можно использовать ну абсолютно с любым гарниром можно отварить рис или даже есть просто так посмотрите какие красивые кабачки у нас получились их можно подавать вот так вот лодочкой можно разрезать на тарелочке и подать вот так надеюсь есть риск что начинка немножко убежит давайте попробуем ммм весь нос в кабачках но это очень вкусно наверное это самые вкусные кабачки которые я когда-то готовила правда главное что они очень сытные потрясающе пробуйте готовить по этому рецепту пишите в комментариях что у вас получилось не забывайте подписаться на мой канал поставить лайк этому рецепту и мы увидимся с вами совсем скоро пока 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 Продолжение следует...